ну что ж ребята всем привет я сегодня такой жаркий солнечный день майский прямо второй день подряд солнце сейчас я сижу в своей тачке и сегодня достаточно грустный день извиняюсь за качество видео записываю на свою фронталку просто сегодня я прощаюсь со своей машиной больше нету возможности хранить ее на паркинге нету средств на это все ты ситуация такая что машина уже печальная поэтому я сегодня сдам ее на утиль когда-то я хотел сделать из нее проект ну знаете как это обычно в духе безумного макса машина очень старая это toyota в общем формат будет далеко не игровой ну в общем все кто остались и решили дальше смотреть видео расскажу вам небольшую историю у меня сегодня обычный день ну как понедельник не простой тяжелый сегодня помимо работы пришлось еще вот разбираться с машиной потому что до 16 числа до 17 надо ее убрать паркинга потому что но ее просто-напросто заберут дпс-ники и увезут на штрафстоянку потому что она пыльная она у меня три года не заводилась стояла пылилась не было времени до нее дойти как-то забрать раньше она не бывало катался когда было время заправлял бензином и катался а потом как-то поставил и забыл про нее потому что восстанавливать ее достаточно дорого машина уже аварийная но все равно спустя три года она у меня завелась и своими силами выехал из подземного паркинга перепарковался и все осталось только дождаться эвакуатора машину мне это подарил мой знакомый он мне сказал так мол тебе нужна тачка забирай тачка легендарная это стоковая семейная toyota королла вот а е 90 седан и я скажу что с 89 года с ней было всяких историй она до сих пор вообще не убиваемая тачка это Как я понимаю, японское качество настоящее. Даже несмотря на то, что это ведро, а не какая-то супер легендарная Toyota Mark II или Toyota Supra, она живет до сих пор, доживает последние свои минуты. Я люблю вообще ретро, и не могу сказать, что эта тачка глубокая ретро, но даже спустя три года простоя, без единого зажигания, какого-то прокачки или сервиса и обслуживания на спущенных колесах она завелась и поехала. Так что тут уж ничего не поделаешь, придется тачку утилизировать, потому что, если ее заберут ДПСники, мне придется платить за нее бабки. И со штрафстоянки ее забрать уже будет непросто, потому что вкладываться в ремонт этого автомобиля я не хочу, и уже ее утилизировал по документации. то есть она стояла у меня так, для виду можно сказать. Поэтому надо опередить ДПСников и утилизировать ее самому. Позвонить фирму, которая занимается вот этим вот процессом. приедет сюда погрузчик, машину заберут, привезут, ну и дадут какую-то копейку чисто за кузов, за металл, потому что что-то можно отсюда снять, они наверняка снимут движок, еще что-то продадут, там диски те же самые, колеса. Вот. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня история, я не знаю, веселая, грустная, печальная, смешная, эпичная, это уже решать вам. Просто решил поделиться с вами такой вот жизненной ситуацией. Формат совершенно не видеоигровой, больше как из цикла жизни, проблемой жизни. Но я считаю, что если что-то уходит, значит что-то к тебе вернется, то есть одно ушло, другое придет. Я не знаю теперь, когда у меня появится машина, новая машина, старая машина, старая новая машина. Ну я думаю, что не скоро, я не скоро смогу порулить, покататься. Я уже молчу про дрифт, про все остальное, потому что для такого нужны мощности, ну и вообще, в принципе, машина хорошая должна быть. Да я на этой-то особо не дрифтил, обычная тачка, господи, передний привод, о чем тут говорить-то? И так она пуляла немного, передела. Вот. Насчет видосов на канале я даже не знаю. Ну, я думаю, последнее видео вы заценили, если оно вам понравилось, Total Score. У меня еще будет несколько выпусков в таком формате, так что, ребят, если в натуре вам понравилось, это зацепило, то обязательно сделаю еще, потому что я вижу, комментарии пошли такие позитивные. Ну и еще буду, наверное, делать какие-то простые видео, чтобы разнообразие ввести. Ну, наподобие этого, почему бы и нет. Такой, как бы, типа, влог-формат, как видеодневник, типа того. Ну вот, не знаю, получится запечатлеть, сейчас приедет уже эвакуатор, заснять последние кадры. Ну и все. Ну и все. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...